Всем привет! Меня зовут Яна, и как вы уже могли понять, я очень люблю путешествовать. На самом деле у меня был план прийти и рассказать, какая классная, как много я видела. А потом я поняла, что обо мне даже не написали на Википедии. Поэтому есть план номер два. Пару недель назад я встретила своего хорошего знакомого, и у нас состоялся интересный разговор. Разговор о том, чего все ищут в жизни, разговор о том, как все ищут себя, и как люди обычно ищут ответы на свои вопросы. У человека было очень много вопросов, но он не знал, что же с ними делать, где же искать ответы. И не знаю, было ли это совпадение или проведение, но я не могла придумать ничего лучше, как посоветовать ему путешествовать. Поэтому сегодняшний мой спич, он ко всем тем людям, у которых есть масса вопросов, и вы жаждете найти на них ответы, но не знаете, как. Дорогие друзья, путешествия — это не панацея. Они вообще не решат никаких ваших проблем, потому что в первую очередь, когда вы отправляетесь путешествовать, вы берете с собой себя. И от этого никуда не деться. Но путешествие — это лучший учитель. Он сможет открыть, путешествие сможет вам открыть новые грани вашей личности и показать мир во всем его многообразии. Первое, что обычно мешает отправиться в путешествие, это страхи. Есть прекрасные цитаты о том, что страхи убивают больше мечтаний, чем поражений. Это правда. Но чего же мы обычно боимся? Мы боимся бросить все, мы боимся остаться без денег и потеряться. Что же означает бросить все? Я очень часто спрашиваю своих друзей и знакомых, ну а все, что бросить все? Самое интересное, что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Но со временем все сходится к учебе или работе, то есть это понятно. Если вы учитесь, учеба скоро закончится, вы всегда можете поехать после окончания университета в путешествие. Допустим, да, у вас есть работа, но сейчас 21 век на дворе, и на самом деле очень многие работы, очень многие специальности предусматривают работу удаленно, либо какую-то часть вы можете делать на дому. Даже если ваша специальность не из таких, в западной культуре есть очень интересное понятие sabbatical, либо gap year, когда работники крупных компаний отправляются в оплачиваемую поездку, в оплачиваемый отпуск на срок до года. Причем их работодатели в этом заинтересованы, потому что люди через год вернутся очень мотивированными и очень ориентированными на результат. Мне кажется, что это отличная практика, и можно было бы попытаться как-то ее внедрить у нас. Понятное дело, это не так просто, но просто всегда подойти к своему менеджеру и спросить, слушай, такая ситуация, вот мне нужно уехать там, пусть не на год, может на 6 месяцев, на 3. И мне кажется, если вы знаете, что сказать, и менеджер лояльный человек, то вы всегда можете договориться. Даже если не так, рассматриваем самый ужаснейший вариант, вы бросаете работу. Почему вы считаете, что вы через год ее не найдете? Существует куча вариантов, где вы можете применить свои скиллы, и я думаю, что не стоит этого бояться. Но если вы остались без работы и, скажем, без больших сбережений, вы будете бояться отправиться в путешествие, потому что у вас нет денег. Но я вам открою секрет. Даже если вы остались без работы, вы всегда можете подработать во время путешествия. Есть очень много разных вариантов. Вы можете участвовать в волонтерских программах, вы можете помогать на фермах, смотреть за домами людей, которые уехали куда-то на длительный срок. Вы можете работать в хостелах, можете работать в барах. Это все круто. Причем это еще одна проверка на вшивость. Мы же привыкли, что мы такие классные дипломированные специалисты, вот у меня, например, два диплома. Как же я могу работать на простой работе? Ну, я же круче, чем это. А на самом деле, что любая работа, она хороша. Если ты работаешь, значит, ты молодец. То есть нет ничего плохого в том, что ты убираешь, например, или разносишь что-то в баре, либо там, я не знаю, ты профессор. Есть еще одна проблема, она более глобальная, это потеряться. Но потеряться не в городе без карты, а потеряться во времени. Здесь очень сложно посоветовать что-то универсальное для всех, но есть лайфхак. Если ты едешь с целью, цель самопознания, ты хочешь найти ответы на свои вопросы, то еще нужно, чтобы был дедлайн. То есть я уезжаю на полгода, я уезжаю на год. Тогда ты будешь стремиться подсознательно найти все ответы как можно быстрее, и через год успешно вернешься домой. Со страхами понятно. Они, в принципе, не так страшны. Давайте пофантазируем, что же произойдет, если мы отправимся в путешествие. Я путешествую достаточно интенсивно на протяжении последних 5-6 лет, и путешествиями мне многому научили. Поэтому на личном примере мне хочется рассказать, чему же на самом деле научили. Да, они учат новому. Новому новым языкам, новым навыкам. Я отправлялась в Южную Америку на три месяца, абсолютно не зная испанский язык. Я знала два слова «привет» и «спасибо». Мне все пугали, что я там потеряюсь, что-то самое плохое случится, потому что я не смогу найти общий язык. К моему удивлению, удивлению моих друзей, я вернулась через три месяца с достаточным уровнем испанского для того, чтобы рассказать о себе, пошутить, не знаю, с друзьями, заказать еду в кафешке, найти жилье. Вообще не было никаких проблем. Причем я не обращалась при этом к каким-то курсам или преподавателям. Все мои знания, они появились просто от общения с местными людьми. И один из больших плюсов — это если ты обращаешься, ты приезжаешь в страну к человеку и начинаешь общаться с ним на его родном языке, он совершенно по-другому на тебя смотрит, не как на пакетного туриста, а как путешественника и человека, который пытается найти к нему подход. Это очень замечательно. Путешествия, извините, очень темный слайд, путешествия разрушают стереотипы. В первый раз я прилетела в Америку, и так как я обычно очень бюджетно путешествую, мне нужно было взять автобус и ехать из аэропорта в город. Автобус я перепутала. Был уже вечер, смеркалось, автобус полон афроамериканцев, я одна белая девочка, понятное дело, что она все турист, и это же страшно, уже фантазии начинают рисовать жуткие картины. Тем более стало понятно, что мы едем не туда, так как районы были достаточно депрессивными, и огни Манхэттена где-то уже оставались далеко за спиной. Я думаю, господи, бедные мои родители, где найдут мое тело, это так ужасно. На самом деле случилось две вещи. Первая вещь, я не могла заплатить за проезд, потому что в американских автобусах есть система, если ты платишь кэшем, то ты должен дать сумму без дачи. У меня было 100 долларов, естественно, заплатить я не могла. Но в автобусе нашелся пассажир, который заплатил, купил мне билет и вообще ничего не требовал взамен. Когда люди вокруг меня поняли, что я еду не туда, ну, по-моему, было видно, что я еду не туда, они начали мне помогать, спрашивать куда, на какую остановку, к какому вокзалу, и подсказали мне, где выйти, какой автобус поймать. И более того, они вышли со мной и убедились, что я уезжаю в правильном направлении. Путешествия хочет помогать. Однажды я летела из Мьянма в Гонконг с пересадкой в Бангкоке. Так как у меня была где-то разница часа два между рейсами, я весь багаж с собой, я надеялась, что, ну вот, сейчас быстро выйду с самолета, побегу к Новому Гейту и, не знаю, не буду получать визу. Я экономила, поэтому покупала билеты двумя разными бронированиями, а это мне уже не позволяло воспользоваться транзитной зоной. Меня заставили получать визу. И страничку в паспорте было жалко портить, и 40 долларов, ну, тоже как-то жалко. Но фишка была в том, что у меня их не было. У меня не было налички вообще, и была карточка. Но карточкой воспользоваться тоже было нельзя, потому что банкомата в транзитной зоне тоже не было. За там полчаса до этого я познакомилась в самолете с интересной канадской путешественницей, и мы немного пообщались. Так вот, это путешественница, с которой мы просто перекинулись парой слов. Она внезапно появляется, говорит, ой, я вижу, у тебя нет денег на визу. Я такая, ну да, понимаете, у меня транзит, я вообще не собиралась выходить. И она говорит, ой, у меня тут как раз есть вот ровная сумма в местной валюте, чтобы заплатить за визу. И так же быстро, как она появилась, так же быстро она убежала. Я только смогла сказать спасибо и не смогла узнать, как же ей вернуть эти деньги. Но теперь каждый раз, когда я вижу, что человек в нужде, я не задумываюсь о том, чтобы ему помочь. Путешествие учат дружить. Во Вьетнаме меня ограбили. И самое ценное, что украли, это был паспорт. Ну, конечно же, паспорт, виза, ну, все вы понимаете. Но самое обидное было, это было начало поездки, и нам еще предстояло больше недели путешествовать по стране. Второй момент, я путешествовала с замечательными людьми, но с которыми, которых я не знала лично, мы познакомились накануне в интернете. Поэтому совершенно понятно было, что если ты попадаешь в такую непростую ситуацию, то незнакомый человек, видимо, ну, скорее всего, поедет дальше, оставит тебя разбираться со своими проблемами. В общем, как бы, ну, и я этого ожидала и говорила, ребята, ну, так и так, вы понимаете, что мне нужно идти в консульство, получать временное удостоверение личности, и, скорее всего, потом в течение 48 часов покинуть страну. Вы, наверное, езжайте по плану, у нас там брони, билеты, все такое. Ребята такие, нет, ты что, куда мы без тебя поедем? Если нужно будет возвращаться домой, полетим вместе, казалось бы. Да, я людей знаю всего месяц, и там я из Киева, они из Москвы, и как бы такое взаимопонимание. К слову, мы до сих пор поддерживаем связь. Путешествием мы становимся терпеливее. Очень интересно то, что как бы мы не любили планы, как бы мы не любили планировать, как бы скрупулезно к этому не относились, планы не всегда срабатывают, может сломаться автобус, может начаться землетрясение, извержение вулкана, может просто твой рейс перенесут. Но очень важно научиться принимать это как данность, ты ничего с этим не можешь сделать, но если у тебя появляется в свободное время в этом месте, где ты находишься, ты можешь его использовать с пользой. В Малайзии я была в национальном парке, который находится очень далеко от цивилизации, только на самолете можно туда добраться. И мой обратный рейс переносили дважды. Я не была уверена, улечу ли я в третий раз. Но тем не менее мы с моими попутчиками сходили на экскурсию к местным индейцам. То есть это не была экскурсия, мы просто пришли и сказали, вот мы такие-то там, мужчина был из Канады, женщина из Франции, я из Украины. Говорим, мы вот путешественники, у нас есть свободное время, мы хотели посмотреть, как вы живете. Это был гораздо круче, гораздо более подобный, полезный опыт, чем если бы вы просто пришли с туристической группой. Если вы оказываетесь в нестандартной ситуации, не в Малайзии, скажем, во Франции, все гораздо полезнее, еще полезнее. Вы можете научиться импровизировать. Как-то с подругой мы решили взять машину и поехать посмотреть Прованс. Отличный очень регион, очень красивый, вот там летом лаванда цветет. Но с машиной у нас не получилось, а мы не унывали, решили поехать на поезде. И что бы вы думали, французские поезда очень классные, они немножко дорогие, но очень скоростные, красивые, все прям как наш интерсет, в общем. Но мы не могли даже представить, что станция ЖД может находиться в 20 километрах от города. То есть мы такие приходим, оп, а тут как бы поле, стоит ангар, там пару парковок и все, общественного транспорта нет. Причем это было настолько давно, что у нас не было смартфонов, не было там разных приложений для оффлайн-карт, и мы просто вот наугад выбрали направление, куда идти, и решили идти вдоль трассы. Я уже не помню, почему мы это сделали, но это было правильное решение. Когда мы поняли, что город слишком далеко, а люди нам говорили, что вы никогда к концу дня туда не дойдете, а причем мы про автостоп ничего не знали, как бы, ну, как слышали, что он существует, но никогда не пробовали и не примеряли это на себя. В общем, в момент, когда стало понятно, что мы не скоро еще доберемся до города, ну, рука потянулась сама голосовать. В путешествиях мы становимся общительнее. Мы очень любим говорить, что вот мы интроверты, там прячемся в телефоне, в свои ноутбуки, как-то избегаем многих способов общения, но путешествия, они не позволяют нам оставаться в своей оболочке. Мне очень нравится пример с восточными странами. Для того, чтобы что-то купить, там зачастую нужно поторговаться. Если поначалу мне казалось, господи, это же так утомительно, я не могу вот просто прийти, показать на предмет, заплатить деньги и уйти, мне нужно вот играть в эту игру. Ну, это же прекрасная игра, это как театрализованное действие. Ты приходишь, вот сначала ты такой чужак, да, тебя не знает хозяин магазина, а выходишь ты уже практически другом. Ты выпил чаю с ними, ты покушал восточных сладостей, ты послушал про семью и рассказал что-то о своей стране. По-моему, это замечательно. Это чудесный акт единения и деления тем, что ты можешь дать тем людям, которых ты проведываешь. Мы учимся самостоятельности. Мы вот живя в нашей привычной среде, нам кажется, что мы супер самостоятельны, родители, скорее всего, где-то в другом городе, и вообще мы только сами хозяева своей судьбы, и все решаем сами. Мое самое длительное путешествие длилось 6 месяцев, и я посетила большую дюжину стран. Почти каждый день мне нужно было решать, где спать, что есть, где найти стабильный интернет. И очень часто еще что-то шло не так. Ломался транспорт, я не могла сконнектиться с хостом, я попадала в опасные районы, я болела. Но на самом деле, когда ты один, и ты сталкиваешься со всеми этими сложными ситуациями, и ты можешь из них каждый раз вырулить молодцом, то только тогда можно считать, что ты самостоятельный, потому что тебе не было кому помочь, и ты мог рассчитывать только на свои собственные внутренние силы. Путешествия позволяют заглянуть в лицо страху. У меня немножко банальный пример, но я очень боялась водить. Всегда, когда я садилась за руль, меня жутко трясло, у меня потели ладони, и моя фантазия рисовала жуткие картинки, как будто вот еще пару секунд, и я спровоцирую какую-то ужасную аварию и заберу там, я не знаю, в ад десятки людей. Оказалось, все очень просто. Мне просто было удобно переложить ответственность на кого-то еще. У меня справа сидел человек, который меня страховал. То есть я знала, вдруг что-то пойдет не так, он сможет мне помочь. Я вышла из ситуации нестандартно. Я купила билет во Францию, я взяла на прокат машину, я села и поехала, потому что не было на кого положиться, не было кому позвонить. Путешествие учит ценить то, что мы имеем. Вот эта фотография, она сделана в Найроби, в столице Кении. Тамист район, он называется Трущоба Кибера. Трущоба Кибера – это такое очень непростое место, там живет 2 миллиона человек. Это как бы город в городе, но они вот живут примерно в таких условиях. То есть они живут все в хижинах, там сколоченных из картона, из шифера, из железа. У них практически нет электричества, нет водопровода, они не выносят мусор годами, ну, вернее, никогда они его не вывозили из этого района. Там нет школ, нет больниц, только недавно начали строить общественные туалеты. Ну, в общем, это вот такое непростое место. И когда ты попадаешь в место как Кибера, ты начинаешь осознавать, что у тебя же все неплохо, в Киеве все очень-дуже круто. Пусть даже тебе нужно там постоять в пробке лишний часок, пусть ты живешь там не на Печерске, а где-нибудь на Левой бережке, неважно, истинно поздается в сравнении, и не все так плохо у нас. Путешествия учат, что не так намного нужно для комфортной жизни. Вот если вы смотрели, это кадры с фильма «Дикая». Девушка первый раз отправилась в поход, в общем, мне примерно так же выглядело, когда я впервые уезжала из дома. Вот, теперь я стала умнее, я с собой уже не таскаю большой чемодан или 40-литровый рюкзак, я стараюсь все впихнуть в маленький рюкзак, который беру в ручную кладь. Конечно, половину вещей занимают камеры, объективы и ноутбук, но вес килограммов, наверное, 10, не больше. И это очень сильно упрощает путешествия. Путешествие помогает поверить в себя. Мой самый сложный трекинг был со мной в Чили. Мы с подругой решили, что, блин, ну там красивая страна, горы, и мы очень любим путешествовать, давай пойдем вот в поход, чем еще девочкам заняться. И в Чили все очень классно, парк красивый, природы невероятные, люди добрые, но там почему-то очень сильно ветрено. Причем вот если вы думаете, что вы знали, что такое ветрено, вот не знаете, что такое ветрено. Это если ты стоишь с 40-литровым рюкзаком за спиной, и все твои усилия направлены на то, чтобы просто не упасть. А если тебе нужно сделать как бы шаг, то это, я не знаю, дать человеческое какое-то усилие, это как будто вот маленький ребеночек вот так неуверенно, силой старается сделать этот шаг. Вот очень сложно. Причем сложности были еще в том, что спрятаться негде. У нас палатка как бы и все. Очень часто тропинка проходила по краю обрыва, то есть как бы упасть в обрыв и пропасть там, я не знаю, навсегда в принципе не составляло труда. С палатками вообще была интересная история. В последнюю нашу ночь на поляне ветер был настолько сильным, укрыться в принципе не было где, что некоторые палатки просто уносило, а люди там в 4-5 утра просыпались вот просто под открытым небом и палатки свои найти было невозможно. Нашу палатку покорежило так, что нам даже не поверили в пункте проката, типа девочки, ветер, в чили, вы что, с ума сошли, у вас, наверное, руки кривые. Но оказалось, все не настолько прозаично. В общем, и здесь я хочу сказать, что когда ты вот где-то уже на пределе своих физических сил, то у тебя два варианта. Либо сесть, я не знаю, и умирать, или ждать помощи, но тогда помощи не было, откуда ждать. Либо поверить в себя. Если ты веришь в себя, то в принципе даже самые сложные, даже самые сложные физические препятствия их реально преодолеть. Путешествия позволяют понять, чего мы действительно хотим в жизни. Это, наверное, самый важный пункт, почему мы часто отправляемся в путешествия. У меня очень много друзей, с которыми я познакомилась, путешествуя. И в последний раз в Латинской Америке я познакомилась с девочкой из Германии. Она занимала очень высокую позицию. Она работала 10 лет в крупной корпорации. У нее там было положение, зарплата, бонусы. Она чувствовалась несчастной. И она не знала, что с этим делать. В какой-то момент она использовала эту возможность взять собатикал и уехала на год в Латинскую Америку. Тут стоит заметить, что у нее потрясающий голос, и она очень любит петь, и у нее это очень хорошо получается. Но она не видела вариантов, как можно из этого сделать свою работу, как можно зарабатывать тем, что ты поешь. Но в Латинской Америке она так вдохновилась местными музыкантами, местными какими-то народными фольклорными мотивами, что вот она вернулась и буквально через месяц уже бросила свою ненавистную работу и теперь выступает. Прошло 3 месяца после ее поездки, и у меня уже есть приглашение на ее выступление в Лейпциге. Когда мы возвращаемся домой, нам кажется, все было как прежде. И неважно, возвращаемся мы через неделю, через полгода или через несколько лет. Но что-то меняется внутри нас, и это что-то меняет все. Спасибо. 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 Спасибо.